Из 14 тысяч сочинских школьников в возрасте от 14 до 17 лет, каждый десятый должен быть трудоустроен на летний период. На работу уже настроены две тысячи подростков. Именно столько анкет находится в базе Центра занятости. Как правило, это дети из семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Эта категория должна быть трудоустроена в приоритетном порядке. Всего предоставить рабочие места администрация планирует двум с половиной тысячам детей. Наряду с работодателями, которые готовы принять на лето подростков, оказались и тех, кого пришлось в этом убеждать. Работодатели не хотят связываться с несовершеннолетними, могут быть проблемы. Правда? С другой стороны, мы не хотим деньги заплатить, все равно они мало будут. Нет. Если мы хотим хорошего общества, если мы хотим хорошей городской среды, если мы хотим счастливых горожан, то нужно подумать о детях и об их трудоустройстве. С просьбой трудоустроить своих детей родители обращаются в муниципалитет чуть ли не ежедневно. Бывают и такие случаи, что подросток становится единственным кормильцем, говорит Ирина Романец. И работу таким детям находят в административном молодежном управлении. В предыдущие годы у нас не было такой проблемы. Оказывается, мы проанализировали, те крупные строители олимпийских объектов были очень отзывчивы на наши предложения. И мы спокойно к этому времени, уже к началу лета и в прошлом и позапрошлом году, уже практически полторы-две тысячи рабочих мест мы создавали. Трудоустроить несовершеннолетних могут только крупные бюджетные предприятия. Их в городе не так много. Работа должна быть безвредной для здоровья и безопасной. Как правило, это озеленение, благоустройство, уборка территории и другие виды легкого труда. Так, из года в год. На лето подростков берут отель «Лазурная», парк «Ривьера», учебное заведение «Сочи», санаторий «Черноморье» и «Беларусь». Руководители последнего предприятия готовы предложить четыре рабочих места для несовершеннолетних. Работа в садово-парковой службе в летнее время на свежем воздухе. Ну и, как правило, рабочий день у них мы регламентируем и не превышаем установленного закона. Каждое лето мы выделяем эти рабочие места. Мы, в принципе, их держим в течение года незаполняемыми. Они у нас вакантными являются. По Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня для несовершеннолетнего составляет не более пяти часов. Если в прошлом году работодатели должны были предоставить минимальную оплату труда – пять тысяч рублей, то теперь по инициативе мэра зарплата подростка должна быть не ниже среднепрожиточного минимума, а это чуть больше восьми тысяч плюс начисление. В среднем подросток за лето может получить около 30 тысяч рублей. Те же предприятия, которые по каким-либо причинам не могут предоставить несовершеннолетним рабочие места, перечисляют сумму порядка 10 тысяч рублей в бюджетные учреждения города для создания рабочих мест для подростков.